Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь про учебу за границей в 2022 году. Кто-то уже решил учиться за границей, а кто-то еще нет, либо думает, в любом случае это видео будет для вас полезно, потому что самая актуальная информация на сегодняшний день. На момент этого ролика все, кто поступил и уже получил форму о том, что он в этот вуз поступил, либо намеревается, либо оплатил этот вуз в зависимости от условий, куда вы хотите, либо грант вам ответил, уже вам нужны визы срочно, потому что уже лето и уже сезон учебы, к примеру, в Америке всегда начинается уже в августе, поэтому вам нужны визы, кроме документов, что вас уже ожидают. Ну, либо полетели вы сначала поступать, это надо было еще делать в мае. Вы же мне напишите, сейчас сложно, как же мы долетим, да вообще визы не дают. Неправда. Если тем более вы выбрали уже вуз, и вуз вам ответил положительно, если у вас либо грант уже есть, либо есть форма от университета, что они вас ждут, визу вам обязательно дадут. Есть виза и в Европу, и в Америку, и в Англии. Посольство Великобритании в Москве работает, особенно для студентов. Они и для турвизы работают, поэтому не придумывайте. Все дают. Визы одобряют, университеты отвечают. Вы скажете, как же, у меня российский паспорт. Наверное, из-за того, что у меня российский паспорт, мы не будут против. Говорят, были пару нюансов с парвузами, но и даже они уже больше не вредничают. Поверьте, если хороший вуз, рейтингованный, вы либо спортсмен, либо вы в бакалавиат уже в него идете, либо только в него планируете поступить, в основном все вузы принимают. И учеба в 2022 году за границей также продолжается. Поэтому я очень буду вам благодарна, если вдруг вы поделитесь, что куда-то вас не дали. Из-за того, что у вас российский паспорт, либо еще что-то куда-то вам не разрешили. Я обязательно постараюсь вас поддержать, помочь и разобраться. Но если это действительно будет так, поверьте, полно вузов, кто открыт. Прямо именно, может быть, в этот не надо. В этом же государстве, в этой же стране есть еще классные вузы, еще с таким же специальностями, поверьте, тоже есть. Ну а долететь всегда можно через Турцию, через Дубай. Долететь в Европу сейчас уже можно, да даже на машине туда доехать, потому что наземный транспорт открыт. Через Беларусь можно, через... из Санкт-Петербурга есть ближайшие автобусы, да, в Финляндии, везде ближайшие страны. Полно путей, это все безопасно, это все открыто, без всяких справок, якобы вам на лечение, либо на учебу, либо еще что-то. Если виза есть, документы пригласительные есть, ничего сверху придумывать не надо. Вас ждут, вам визу одобрят, а если нужна будет помощь и поддержка, вы знаете, кому обратиться. Обязательно поможем в коротчайших сроках, и вы будете учиться за границей в 2022 году. То, что в Европе поднялись цены, это правда, и учиться за границей было всегда непросто, но это всегда того стоит, потому что, согласитесь, заграничный диплом котируется по всему миру. И если ты очень умный, пора включить больше свою умную сторону, и поверь, гранты все не закрывали. Есть варианты обмен студентов, есть варианты через гранты. Никогда не забывай, умный всегда нужен даже в заграничном вузе. Это мой тебе совет. А вообще, да, поднялись цены, да, просто так на прошлых сайтах, как и раньше, машину в аренду в Европе не взять, надо взять с собой кэш, либо договариваться о стопроцентной оплате страховки этой машины, тогда дадут. То есть лазейки, да, все равно есть всему, все работает, да, не как раньше, ну и что? Мир меняется, мы под него подстраиваемся. Поэтому, если ты хочешь учиться за границей, либо завершить там учебу, поступить в аспирантуру и так далее, все можно. Если для вас стала учеба в Европе дорогой из-за повышения цен, можно рассмотреть Азию, можно рассмотреть Англию и Америку, потому что там разрешают большое количество часов еще работать, кроме того, что ты учишься. И за счет этого оплачивать самому за свою учебу. То есть есть лазейки, ребят. И также, я знаю точно, с Англии ребят сейчас забирают МГИМО обратно, без потери курсов. Поэтому вернуться всегда можно, но лучше подумай сто раз, потому что все-таки заграничный диплом, мое мнение, намного весомнее, чем наш. Ну а также добавлю, если ты в чем-то спортсмен и уже на профессиональном уровне увлекаешься хоккеем, теннисом, всегда иностранные вузы заинтересованы в тебе, потому что ты играешь за университет, университета растет рейтинг, и вуаля, они покрывают полную стипендию, полное твое образование за счет того, что ты спортсмен. Это тоже не забывай. Ну и почему же я так топлю за иностранное образование? У тебя расширяется кругозор, ты видишь другие культуры, у тебя по всему миру иностранные друзья, и у тебя всегда будет работа. Не встречала я ребят с крутыми дипломы, с крутыми языковыми знаниями, чтобы они остались без работы. А вот как раз таки с российскими я встречала. Давайте подытожим. Если ваши родители боятся вас отпустить в заграничный вуз, никто вам не мешает пока еще лето съездить просто на языковые курсы этой страны, в которой вы мечтаете учиться. Либо просто с родителем туда сделать турвизу, и с родителями слетать и показать то самое место, где вы мечтаете учиться. Либо несколько таких мест и нескольких стран. Перелеты есть, иноземные есть выходы в Европу, и перелеты, все работает. Ничего лишнего вам не надо, все доступно. Если же родители не против, и вы сами думаете, ну а вдруг меня выгонят, я потеряю столько времени и курсы, зря учился. Неправда. Не выгоняли никого из вузов. Если даже выгоняли, то поверьте, чаще всего за то, что вы двоечники. А если вы все сдавали, если плюс вы спортсмен в этом вузе, что-то никого не выгнали. Как рейтинг рос вуза, как и ваши данные оценки росли, так вы дальше и учитесь. Визы продлеваем, и в Англию, и в Америку, и в Европу студенты по-прежнему продолжают ездить учиться, и живут там, и учатся, и приезжают. Все работает, все открывают. Если у тебя остались вопросы, напиши в комментарии, и не забудь подписаться на меня, чтобы не пропустить актуальные новости и события в нынешнем мире, как куда летать, где учиться, и где самое крутое образование, которое котируется по всему миру. И ты сможешь работать в любой компании, ну и открывать свою иностранную компанию тоже сможешь. А также у меня на канале есть интервью, я ради него летела в Майами. Девочка дала интервью, как она полностью учится бесплатно в Соединенных Штатах Америки. Рекомендую вам посмотреть. Она, по-моему, уже скоро заканчивает, уже даже аспиратуру. Посмотрите, полностью покрыл университет, все ее расходы, всю стипендию и все образование. За свой счет Америка ей оплачивает. Знаю, все сама, не зашел с ума, но все временно. Все встанет на свои места, знаю, все сама, не зашел с ума, но все временно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова